Домой в Макеевку после лечения в Сургуте отправили 5 человек. Это пациенты югорских клиник. Все они нуждались в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе из-за полученных ранений. Лечение продолжалось больше месяца. Обо всем подробнее в материале Елены Катковой. Сейчас чувствует себя хорошо. Дальнейшую реабилитацию Юрий Артамонов будет продолжать уже дома. Врачи дали все рекомендации и лекарства. Мужчина практически не ходил. Беспокоили частые боли в сердце. На операционный стол он попал практически сразу после того, как самолет с жителями ДНР приземлился в Сургуте. Я 5 шагов сделаю и стою. Стою, когда меня отпустят. Все сердце печет. А сейчас я могу пробежаться. Раньше я не мог. И лекарства обеспечили. И взяли под свое кровь. 24 августа специальным рейсом в Сургут доставили 22 человека из Донбасса. Они прошли комплексное обследование и лечение. Евгений Журавлев получил ранение в бою. Его прооперировали в Сургутском травматологическом центре. Было подозрение на разрыв связки. Мне сделали резекцию мениска. То есть почистили сустав. Связку привели в тонус. Подход был очень профессиональный. Поэтому поставили быстро на ноги. Я очень доволен. Все было комфортно. Все было просто на высшем уровне. Я очень доволен. Спасибо большое. Организовать поездку удалось благодаря Минобороны России, правительству Югры и региональному отделению «Единой России». За людьми закрепили сопровождающего. Был назначен человек сопровождающим для того, чтобы оказать всю необходимую помощь, если какие-то вопросы возникнут по пути следования. И также, чтобы был стыковочный человек, который будет пересаживать их уже с поезда на автобус, который их уже доставит через границу до дома. Остальные 16 человек сегодня продолжают лечение. У некоторых восстановление займет несколько месяцев. Пока домой поездом отправились пять человек. Жителям Макевки еще противопоказаны перепады давления и полеты на самолете. Впереди дорога по маршруту Сургут-Ростов с пересадкой в Екатеринбурге. И долгожданная встреча с близкими. Елена Коткова, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут. Продолжение следует... Продолжение следует...